Такой интересный сон снился. Всем привет! И сирена разбудила. Повышенная баллистическая тревога. Ракеты где-то баллистические. Всем привет! Примеряю купленные вещи, которые мне пришли в посылке. Вот кофточка. Жду Настю с Катей. Катя сегодня ночевала у Насти. Они пошли в кино вчера вечером. И Настя мне рассказала такое милое происшествие. Говорит, когда они выходили из кинотеатра уже, было темно, поздно. И сидела старенькая бабушка, торговала, у неё три букетика оставалось. Настя захотела ей помочь купить у неё один букет, но, говорит, у неё не хватало 30 гривен. То есть букет стоил 80, у Насти было 50. Я спрашивала у Кати эти 30 гривен. Вот и девчонки. Привет! Настя стала у Кати спрашивать 30 гривен. Пока Катя искала, подошли двое парня и говорят, не покупайте. Купили все эти три букета и подарили их все Насте. А чё не Катя, кстати? Она не шукала. Я ей написала, она была ошибкой. А, её с тобой не было. Я написала в телефоне, что её просто... Я поняла. То есть Катя с Настей не было. Настя была одна. И они просто сказали Насте не покупать и купили все три букета у бабушки и Насте подарили. Настя, говорит, сделали приятные бабушки и мне. Ну, реально приятно, когда такое происходит. Так, вот вторая кофточка. Но, я так понимаю, она сейчас вид не очень имеет. Потому что её надо погладить. Вот. Мятая она смотрится не очень. Ну, вот она тоже такая, как бы двухцветная. Мне кажется, сейчас мода такая вообще. И сейчас покажу ещё свитшот. Вот такой свитшотик. Настя уже поехала, она успела его увидеть. Прочитала всё вот это и говорит очень скромно. Тут, оказывается, написано всякое, типа, я там интеллигентная, красивая и так далее. Ну, вернее, she, she написано. She is. She is. Типа она. Такая-то, такая-то, такая-то. Ну, я когда заказывала, я не читала эти надписи. Мне просто сам вид кофты понравился. Ну, конечно, она меня немного полнит. Мне лучше сейчас более длинные покупать. Ну, я с этим не рассчитала. Ну, ничего. И последняя кофточка у меня такая. У неё тут один кармашек. Второго нету. Интересно, впервые вижу фасон с одним карманом. Вот. Она более лёгенькая такая. Не так обтягивает, как свитшот. И все эти примерки мне наэлектризовали волосы. А ещё в этой посылке были две рогатки. Алиса одну забрала сейчас на улицу. Я возьму вторую. Я ей не разрешила брать две, потому что, говорю, вы с Серёжей будете вдвоём друг друга. Если у вас будет одна, вы будете по очереди. Говорю, сделайте себе какую-то цель. Там, или на доме, или на батуте. Я говорю, только ни во что, ни в кого не в живого. И попробуйте эту рогатку. Алиса выбрала именно такую железную. Там железная и деревянная пришли. И вот на железной было описание, что это какая-то рогатка для охотничья рогатка. Костя меня вчера спрашивает, а что, бывают охотничьи рогатки, типа, кого ими сбивать? Я говорю, ну не знаю, может, птиц сбивают. А Алиса говорит, я буду сбивать шахеды. БПЛА. Говорит, будет из рогатки сбивать эти мопеды, которые нам летают, жужжат каждую ночь. И еще там была когтеточка, которую мы собрали и отдали Симбе. Я вам сейчас ее покажу. Симба мне так обрадовался. Ах, ты толстяш! Ты по-прежнему, как и раньше, наедаешь пузяку. Да? Размурлыкался. Ой, зимой. На больного совсем и не похож. Но изолирован. От кошачьего общества. Вот такая вот когтеточка. И меня очень удивило, что она стоила недорого, но она очень качественная. Тимба, тебе нравится? Ну иди, Бозия, ну иди покажи. Давайте посмотрим, как он с ней играется. Ой, когтики точит. Супер. Я таких еще закажу. Короче, в магазинах они гораздо дороже. Такие когтеточки. Малыш. Тимасик. Малыш. Раскучился. Скучно. Вот рогатка деревянная, которая пришла. Ох, и жарко на улице, слушайте. Вышла в кофте и пожалела. Надо было мне в футболки идти. Ну, говорят, это последний теплый день. Жаловаться грех, надо радоваться. Что-то еще пока тепло. У меня что-то красное на носу. Ну, не могу я мазаться болтушкой, когда на солнце часто бывает. Нельзя после нее выходить на солнце. Ух ты, какие гости. Привет. Боже мой, Сережа, ты чего кричишь? У нас рай. Да, я вам вторую рогатку вот вынесла деревянную. О! А где железная? Вы ее пробовали? Да. Это лучше стрелять, Сережа. Да? Почему? Вы же не пробовали еще. Вот у пробовали. Она маленькая летает. А где вы чупиков набрали? Даша дала? Да. Пахнет кока-колой. Кока-колой? Спасибо, сказали? Да. Лимоша, привет. Кстати, у Лимона все хорошо со слухом. Я сейчас стукнула, а он аж сдрогнул. Расческой интересуется. Давай, залезай, достанешь? Петюнечка, ты отдыхаешь? Ты чего не моешься, а, Петюня? Ты чего такой грязный? Ванночка набрана. А? Расскажи мне, давай. Когда с ним говоришь, он всегда клюв открывает. Петенька, иди мыться. Вот реально не понимаю, почему он не идет мыться. Такой грязный. Когда их было трое, он всегда бежал. Самый первый. Тут в ванночке набрана чистая вода, и он не идет. Мама. Что, что, что? Тут написано, самая замечательная мама. Да? Танцуй. Знаешь, как говорят, если пришло письмо, потанцуешь, и я тебе отдам. А тебе пришла целая посылка. О, долго танцевать. Ну все, она заработала. Открывай. Сережень. Нет, открывай сама. Почему? Давай. Тогда есть. Это. Ура! 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 А почему у тебя зубок трощит? У тебя не должно быть зубка. А, ну покажи. Вот. Да, точно. Короче, это новый монстр из Банбанов из Китая дошел. Это с Ринч. Китти Заварт. Класс. Китти Заварт? Да. Какая святая, как будто курица. Курица. И последний из пятой части. А это кто? Покажи им. Это из пятой части монстров. Боже мой. На, держи. Иди, Сережа, показывай. О, я в свечерничек возьму. Сережа. Сережа. Наконец-то мы Банбанчики. Я так рада. Это чудесная часть природы. Я так рада. Я просто рада. Вы, мои хорошие, пошли в дом. Только я не понимаю, почему у тебя зубок трощит. У Алисы радость. Пришли новые Банбаны. Вот. Китти Заварт из пятой части. Я там, по-моему, еще одну сажал. Сейчас. Пытайся. Сейчас будет песня про Алису. Благодарю. Алиса самая крутая на свете. Алиса, она живет. В Черкасах. Самая мажорная крутая. Может, земля в мире. Алиса самая крутая. Ее цель. Сейчас. Это единственный. Это единственный блогер в мире. Переживаю. И Алиса самая крутая. У них есть мажорный дом. У них есть мажорная машина. У них есть семья. Катя, Даша, Костя, Костя, Алиса. Катя, бабушка, Лена, Настя. Молодец. Сережа. Это Китти Заварт. Малышка. У всех перечислил. Это Сыринч. А это монстры с пятой части. Вот такие бам-бамы мне сегодня пришли. Я так радовалась. А отца гетарка помогла. У Алисы есть еще такая настоящая маленькая укулеле. Надо найти. Сережа, на ней еще лучше получится. Она даже помогла. Вся игрушечная, а есть настоящая. Алис, много конфет не лопайте. Это вредно для зубов. Хорошо, последняя. Если всего лишь две конфеты, а сейчас четыре конфеты и последняя. Не вылазят из домика. Нравится. Эх, Джессика, последний теплый день. Говорят, завтрашнего дня похолодание. Да. Петя там пьет, вон. Видите, днем не вылетает. А вечером только темнеет, все, он оттуда вылетает. Поэтому всегда Надя, Джесси, старается забрать, когда темнеть начинает. Да, Джесси, ты нормально себя чувствуешь? Спать, наверное, хочет. Ты что грустная, девочка? Ты что такая грустненькая? А? Малыш. Малыш. Чего? Мам! Я хочу тебе поклоню конфету. Так, с конфетой не разговаривай, я ничего не понимаю. Ну что, вечерок. Заканчивается наш самый теплый день. Мы собрались проехаться в город. Сережка с нами. Алиса пошла спрашивать, поедет ли бабушка. Ну что? Скоро поедет. Да, поедет. Вот наши две рогаточки. Покажи железную, ты ее вроде бы не показывала. Вот такая. Какая лучше стреляет, расскажите? Вот эта. Да, деревянная? А почему? Мне с ней легко стрелять, потому что там подвину, а там трое. А, умка. Ну да, ой, обниму тебя, хорошая. Давай, давай, подщухай, подщухай. Дальше летит, да? Подщухай. У вас не хватает силы натянуть три резины. Летела аж до забора. Ого. Вот, давай. А ну покажите мне. Дай горю. Хорошо, бери. Ого, остатые запасы. Бери. Чтобы потом летим, я туда стреляю. Давай. Только так немножко вверх, чтобы об деревяшку не отлетел. А ну посмотрим, куда долетает. Ой, чтобы не в стекло. Ого. Разбылась. Чуть-чуть через забор не перекинула. Представляешь, если бы через забор. Видишь, мамка смотрит. А, с кузов далеко. Проша. Вижу, котеночка. Слушайте, не сидите на этом, на камне. Он еще пару дней будет холодный. Когда тут? Сидеть можно только на деревянном, Алис. Тут не деревянное, видишь? Тут все камни. Угу. Да, пошлите в машине бабушку ждать. Хорошо, пошли. А дай мне, пожалуйста, рогатку. Орех не надо. Баба. Ага, ой, сейчас сумка выбежит. Машина до сих пор чистая. С рогатками. Залазь водом. С рогатками. Сереж, ты ее пристегнешь? Окей. Мы хотели же мыть автокресло Алискино, да, керхером во дворе? Не обязательно керхером. По-моему, это сверху можно, ну, мочалкой смело. Мне кажется, проще будет керхером под напором помыть. Выставить, оно высохнет. Пока еще тепло. Все, Алисюшка, ты вооружилась? Реально. Дитё вообще едет на этом, через дорогу. Что это еще такое? Причем один, без взрослых. Трэш. Наверное, лет 9, да? Так, да, лет 9, такой, как Сережка. Что так несется? Лисюш, мы можем не бояться, да, если сирена какая-то будет, у тебя рогатки, ты все БПЛА отобьешь. Она вчера сказала, что будет Сахеду сбивать. Можно конфетка? Ну, можно, только если не болтать, а аккуратно кушать. Ну, ракету точно не собьет. Ну, забьет, рогатки, шкачет. Да. Возьмит? Цель. А чем же будет сбивать? Камнями? Да. Побаять. А где же ее взять? Измами. А тебе? Ты умеешь робить? Да. Сам сделаешь, да? Из бумаги. Из бумаги. Дети, дети. Первым делом мы приехали в Любаву, чтобы поклеить пленку и купить чехол на телефон, который нам подчинили. Можно, ты выберешь, но только надо знать, какие есть на твой именно телефон. Сейчас мы спросим. Предскажете, какие у вас съем на цей телефончик? Давай, Алиска, выбирай. Мама. А. Смотри, какой прикольный чехол. Да, прикольно. Алис, вот, пять штучек подходят. Выбирай. Вот этот. Рад ужин. Хорошо. Вы чехол? На нашу модель только пять чехол тут есть. А это, наверное, под AirPods. Такие прикольные коробочки. Да, это туда наушнички складываются. Если ты купишь себе такие кайфоны наушнички, но тебе рано такое, не надо. Пошли. Я купила один ультра. Это из вас один ультра или обычный? Это из вас один ультра. Орел красивый чехол. Соль? Да. Стой, дай я его засниму нормально. Костя нашел чехол соль на этот телефон. Прикольный. Так, ну у нас есть чехол и нам надо сейчас... Еще, кстати, сим-карту надо купить. Мама, можно? Мы в горышином магазине. Пойдем потом. Алиса села на какой-то мотоцикл для перевозки чего-то в контейнерах. Тут, наверное, донорскую кровь перевозят. Или мороженое. Или пиццу. Пиццу, может быть. Будешь развозчиком пиццы. Такие антистрессы мы нашли, смотрите. Тут картошка вытаскивается, вот эта картошка фри. Такая картошка у нас. Да, вот эта вот... Блендер. Тут просто кнопочки нажимаются. Блендер, да? Антистресс. Что? А, я видела таких огромных гусей. Это мы ждем, пока нам наклеят пленку и гуляем. А не накладят. Да, он очень большой, слишком большой. Кажется, мы нашли что-то интересненькое. Попробую порисовать. Рисуй, смелее, смелее. Так. Ты не надо закрашивать. А теперь смотри. Нажимай на вот эту кнопочку. Руками. Оп. Хочешь себе такой? Да. Покупаем? Покупаем. Джамбуджош. Угу. Лампочки отсвечивают. А ну, стирай его. Классно? Да. Алис, подожди. Нам пришлось что-то купить, чтобы получить шарики. Дети хотели очень шарики. Не спешите, не торопитесь. Покажи. Все, заходи. Все, заходи. Мы не влезем, наверное. Мы с Лисюшкой еще такую помадку купили. Уже скоро холода начнутся. Будут губки пересыхать на улице. Она в свой рюкзачок положит. И будет ее хранить. Раньше у нее такая тоже была. Ну, у них есть определенные срок годности. Понятно, что старые уже. Мы не будем использовать. Все, мы поклеили пленку. Едем обратно домой. Вот так стал выглядеть телефончик. Чуть не проехала. Если бы ты не сказал, Алиска, не повернул. Алиса у нас навигатор. Рассказывает папе, как доехать за булочкой с курицей. Сереж, ты тоже будешь? Просто булочка, просто с курицей? Да. Доброго вечера. Два круассана, но только с куркой. Сережа, как и Алиса себе выбирает. Чисто булочка и чисто курочка. Без добавок. Садь. 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 Это тебе. А мне покажете? Угу. Сережа. А, вот это ты попросила Сережу написать Сережа? Добрый вечер. Ну, как только с куркой. Добрый. Добрый, держи. Дай мне присыпать, пожалуйста. Классный планшетик. Что-то рисуешь, нажимаешь кнопку и все стирается. Добрый, держи. Добрый вечер. Добрый вечер. Я купила себе какой-то пакет на кассе в магазине. Теперь у меня будет новый номер телефона. А пакет потом, наверное, придется сменить. Потому что я не знаю, что это за пакет, что-то не то. Мне надо без лимит. Всем своим друзьям, кому я доверяю, я дам свой номер телефона. Но теперь случайные подписчики, которые увидят мой засветившийся ранее номер, мне уже не смогут ни написать, ни позвонить. Благодаря хейтерам, которые на мой номер всякую гадость заказывали. Умка, отстань от батона. Пристает к батону и пристает. Да, Батош? Алис, заходи. Ну что, Сережа, булку уже съел? Нет. А где она? Немного. А, господи, я не увидела. А, там отпереть надо. Давайте я вперед пойду. Алис, у меня ключи. Отходите. Мы уже дома. Дети доедают булочки. И мы запустили их светильник любимый. Не видно детей. Вы меня спрашивали название. Сейчас я посмотрю и вам покажу. Вот название ночника, которое я покупала. Вы меня спрашивали. Вот. А я делаю вот такую картинку сейчас в фотошопе. Это Костя напечатает, я вырежу и мы дадим Алисе на каждый день по 5 таких карточек. Это я послушала своих подписчиков. Мне кто-то написал, сделайте монетки. Сколько минут в день можно играть на телефоне? Ребенок будет сам их расходовать. Дал вам монетку, вы ему дали на это время телефон. Но я не захотела делать в виде монеток, потому что она потом будет путаться в понятиях время и деньги. Она же еще не знает ни время, ни часы, ни деньги. Поэтому не хочу ее путать, а я сделала в виде телефончиков. То есть будет понятно, что вот это поиграть на телефоне 5 минут, это поиграть на телефоне 10 минут. Делала из расчета приблизительно 30 минут в день. Ну, 35 получилось, ничего страшного. Вот. И теперь у нас 35 минут в день игры на телефоне, не больше будет. Делала из расчета приблизительно 30 минут.